Шеф-повар, Максим Григорьев. Морковно-апельсиновый сок с паприкой и базиликом. Все помнят песню группы «Чаев» «Оранжевое настроение». Кто ее не знает, срочно найдите, кулинарам такие песни нужно знать. Уже первая строка чего стоит. Бутылка кефира, пол батона. В песне небольшой набор слов, но масса позитива и возможности радоваться самым простым вещам. Время приготовления – 5 минут. Ингредиенты. Апельсин 3 штуки. Базилик зеленый свежий 3 веточки. Морковь 3 штуки. Перец паприка 1 штука. Шаг 1. Чего только не завернешь, когда придумываешь описание рецепта. На самом деле этот сок абсолютно не обязательно готовить из всего оранжевого. Более того, оранжевую паприку я сегодня купила чисто для оформления финальной фотографии, а по жизни использую куда более распространенные красную и желтую. Зеленую лучше все же не брать, цвет сока больно некрасивый получается. Базилик тоже зеленый, но его так мало, что на цвет конечного продукта особо не влияет. Плюс этого сока, морковь для него не обязательно должна быть сладкой. И вообще я его придумала в Германии, как раз потому, что здесь часто продают морковь с непривычным мне вкусом, так вот, паприка и базилик его перебивают, а апельсин подслащивает, даже если сама морковь подкачала. Шаг 2. Поскольку для добычи сока будет использоваться циентрифугивание электросоковыжималка, апельсины чистим. Шаг 3. Паприку режем на крупные куски, лишь бы влезали в отверстие соковыжималки. Шаг 4. Маленькая хитрость, свежий базилик утрамбовываем внутрь паприки. Прямо ветки со стеблями. Так мы его используем по максимуму. Шаг 5. Мне на сей раз попалась почти идеальная молодая, сладкая морковь, которую не было смысла чистить. Кстати, нечищенная морковка придает соку горчинку, которую кто-то любит, а кто-то нет. В любом случае, морковь нужно порезать на куски той длины, которую удобно запихивать соковыжималку. Шаг 6. Пропустили все через соковыжималку. Получили чуть больше 650 мл. Шаг 7. Если вы не любите пену, то ее у этого сока где-то 50-70 мл. Соответственно, из указанного количества продуктов получается два полноценные порции напитка. Вкус у него однозначно не фруктового сока, а овощного, доминирующие запахи, паприка и базилик. Хотя в составе ингредиентов их куда меньше, чем моркови и апельсина. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.